Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что необходимо определить момент, с которого все началось. То есть необходимо определить момент, с которого у вас начались подобные проявления, подобные чувства, момент, с которого вы начали ощущать подобные симптомы, выговорить, что в последнее время, у вас было, видимо, не всю жизнь, а только какой-то определенный аспект, да, определенный временной промежуток. Я так полагаю. Соответственно, тут нужно вот как раз-таки исследовать данную ситуацию и определить, собственно говоря, что у вас конкретно такого в жизни произошло, что вы вот начали на это так реагировать. Объективно, объективно, навязчивые мысли это симптом сразу нескольких моментов, да, это симптом сразу нескольких историй. Значит, первое, это нереализованные подавляемые желания, то есть навязчивые мысли, это сигнал вашего вашего подсознания на то, что в чем-то вы не удовлетворены, вот, в чем-то вы себя отделяете, на что-то вы закрываете глаза из именно своих, значит, чувств. Вот. Это первое. И второе, навязчивые мысли свидетельствуют, как правило, о том, что человек не действует сам, не действует самостоятельно. А это свидетельствует о том, что вами руководит чувство долга, повышенная ответственность, которую вы, ну вот, продвигаете, скажем так, своей моделью поведение. То есть вы чувствуете, что должны, вы чувствуете, что обязаны проверить дверь, там, потому что, условно, вас кто-то заставляет. Соответственно, механизм навязчивости подставляет от себя такой вот, такой конгломерат, можно так сказать. Вот. Вот. А этот момент необходимо учитывать, значит, при взаимодействии со специалистом по данному вопросу, и, значит, отдавать себе отсчет, четко, что, как и сказал мой коллега, навязчивость механизм, механизм навязчивости. Это не первая причина, это именно симптом. А первая причина находится в вашем невротическом состоянии. Невротическое состояние я вам примерно описал рану. Вот. Примерно так можно вам ответить. Работать здесь нужно индивидуально с психологом, потому что у вашего состояния есть своя история. Да, конечно же, у вашего состояния есть своё образование. Вы говорите, что вот в последнее время брановое появляется, да? Вот. То есть здесь могут быть и, значит, и страхи какие-то, да? Ну, могут быть, могут быть какие-то страхи. у вас и для вас могут быть желания, которые вы пытаетесь, значит, выразить через свои страхи. Вот. В принципе так. Евгений, так что вот для вас оптимально будет обратиться, собственно, к психологу, индивидуально, приватно и начать работать. Вот. 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 Так. Можно вам ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, обращайтесь в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.